Проходит расследование обстоятельств массового травления жителей области курительными смесями. В деле появился еще один летальный случай. Возбуждено уголовное дело по факту смерти 25-летнего кировчанина. Кировским наркополицейским удалось задержать несколько продавцов и изготовителей наркотика. Подробности в материале Анастасии Войналович. Обычная лекарственная трава, которую можно купить в аптеке, ромашка, мята или шалфей, может за несколько секунд превратиться в наркотик. Химики изготавливают специальный синтетический реагент. С помощью которого и обрабатывают растительную массу. Так получается спайс. Сейчас в лаборатории ФСКН России по Кировской области исследуют курительные смеси и реагенты, те самые, от которых погибли люди. С помощью специального оборудования наркополицейские выявляют наличие наркотика в курительной смеси, а также формулу, по которой он был сделан. Это новое вещество. Оно относится к группе синтетических каннабиноидов. Но полностью синтетического происхождения делается синтезировано по принципу дизайнерских наркотиков. То есть изменения химической структуры незначительные вносятся для обхода законодательства. Таким образом, изготовители смеси находятся на шаг впереди полицейских. Проблема в том, чтобы внести новое вещество в список запрещенных. На это может уйти полгода, хотя у наших соседей в Белоруссии процесс занимает 2-3 дня. Последнюю неделю наркополицейские работают в усиленном режиме. И это приносит свои плоды. Кировскими наркополицейскими задержаны 2 жителя Нововятского района города Кирова, причастных к незаконному обороту курительных смесей, в состав которых входит новое психоактивное вещество, вызывающее сильнейшее отравление. В настоящее время в отношении этих двух задержанных избраны меры пресечения содержания под стражей. Они дают признательные показания. Что происходило с теми людьми, которые употребляли данное новое вещество, которое вы распространяли? Ну, кто-то вот в машине степа повышевали, кто-то орал просто как повережал, как свинья лежит, катается по полу. Вот это знаю. А скорая вызывали им? Скорая нет, они вызывали. Напомню, что в Кирове пострадали более 200 человек. Пять человек скончались. Наркополицейские продолжают задержание и изъятие опасного вещества. Всего обнаружено около тысячи разовых доз наркотика и возбуждено 4 уголовных дела. Анастасия Войнолович, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.